Ир, ну ты знаешь, я тебе должен сказать, что у нас сегодня по-особенному динамичное утро, потому что мы с тобой как козлики прыгаем с одной площадки на другую. Позволь, я вновь подам тебе руку, чтобы к нашему гостю следующему обратиться. Да, сегодня у нас в студии Анастасия Волкова, начальник управления транспорта и связи администрации города Симферополя. Мы будем говорить с нашим гостем о том, что все-таки ремонт улицы это хорошо, но возникают некоторые затруднения и изменения в движении транспорта. Которые волнуют нашим жителям. А наш гость знает об этом абсолютно все и абсолютно я уверен, что ничего не утоит. Доброе утро. Как ваше утро традиционно хотим узнать? Сегодняшнее утро у нас началось с осмотра, как и у меня, так и у сотрудников моего управления. Учитывая, что у нас все-таки 2 сентября, понедельник, начинается школьный сезон, поэтому мы сейчас усиленно работаем и осматриваем транспортные средства, чтобы они были готовы принять в том числе наших лет, которые пойдут в школу в этом году. Ну вот, я добавлю к разговору о том, что сегодня как раз там на первом участке кладут асфальт. Но по-прежнему... На Невского, да? Да, да, абсолютно верно. По-прежнему дорога закрыта и транспорт идет в обход. Расскажите, как можно объехать ремонтируемый участок? Да, действительно, у нас идет капитальный ремонт улицы Александра Невского. Это первый этап от площади Советской до архивного спуска. Планируется завершить работы до 10 октября. Что касается объезда, это если мы едем с стороны площади Куйбышева, так мы ехали, да, по проспекту Кирова, сворачивали на Александра Невского, то теперь стоят соответствующие знаки, светофоры, мы поворачиваем на улицу Менделеева. Что касается, если попасть в центр, то мы с улицы Карла Маркса поворачивали на Жуковского и уходили на Александра Невского, то теперь мы уходим на улицу Жуковского, там вели двухстороннее движение. Вот, по этому пути объезда, более того, хочется отметить, что с целью того, чтобы, да, все-таки наши граждане были более осведомлены по поводу перекрытия, у нас указанная информация размещена на сайте, в самых важных новостях, более того, сегодня тоже разместим еще объявления по поводу того, что центральная часть города перекрыта, поэтому объезжать можно по другим улицам, разместим это на общественных остановках, чтобы люди наши не путались и знали, как, куда и рассчитывали свое время, они могут добраться. Скажите, а вот кто конкретно, ваши подчиненные какие-то наверняка разрабатывают эти планы объезда, обхода там и так далее? Вообще, перед тем, как начинается, да, любой ремонт согласовывается, разрабатывается схема организации дорожного движения, где прорабатываются пути объезда, после чего она согласовывается непосредственно с ГИБДД, и уже, естественно, после этого, после всех согласований приступают подрядчики к работе. Естественно, заблаговременно людей уведомляют о том, что будут перекрыты определенные участки дорог, а пути объезда такие-то, такие-то. Ну вот, по вашему мнению, все-таки сильно сказывается на трафике ремонта улицы? Есть у нас такое явление, как коллапс? Или все-таки, слава богу, пока? Вы знаете, пробки есть в любом случае, опять же, хочется отметить, то, что сейчас у нас начинается школьный сезон, сейчас открываются институты, да, дети идут в школу, студенты, люди возвращаются, в конце концов, с отпуска, да, поэтому в любом случае какие-то будут затруднения, но, опять же, администрация прорабатывается все вопросы на то, чтобы избежать и облегчить людям их путь следования, да, куда хочется отметить, что у нас достаточно большое количество дорог, да, вокруг центра, где можно не смотреть, в объезд центра, опять же, можно вернуться к улице Севастопольская. Тот, кто пережил ремонт на улице Севастопольской, я думаю, да, они справятся с ремонтом на улице Александра Невского. Ровно хотел отметить, что, как помнится, негодовали граждане, зато как сейчас довольны, когда улицы стали гладкими. Ну, в любом случае, когда начинается какой-либо ремонт, это создает определенные неудобства для наших граждан, потому что там мы привыкли определенными месяцами, годами использовать тот участок дороги так, как мы его использовали, а происходят какие-то изменения. Понятно, что люди неудобства, но, опять же, хочется сказать нашим гражданам и сознанием относиться к тому, что сейчас происходит. Как вы думаете, насколько многие перешли на двуножный вид транспорта? Вы знаете, я не думаю, что многие перешли. Ну, я думаю, что часть граждан наших, да, все-таки начали ходить пешком, пересели, по крайней мере, со своих личных транспортных средств, либо это в общественный транспорт, да, либо ходить пешком. Анастасия Александровна, у нас буквально минута осталась. Я вас очень прошу еще раз обратиться к крымчанам с двумя вопросами. Первое, чтобы не переживали, не волновались, что все будет замечательно в самом скором времени. А второе, как все-таки еще раз объехать, напомните. Да, хочется обратиться к нашим гражданам, что пути объезда, это со стороны Кубышского рынка по проспекту Кирова, это улица Менделеева, и со стороны улицы Карла Маркса, это улица Жуковского, объездные пути участка Александра Невского. Хочется поблагодарить наших граждан, наших гостей, что они с пониманием относятся к определенным реалям, которые сейчас происходят, выражены в ремонте непосредственно центральной части улицы. Поэтому я думаю, в скором времени мы будем ездить по хорошим дорогам. А мы хотим поблагодарить вас за то, что пришли в нашу студию и предоставили такую важную информацию. И хотим отметить, что сегодня в гостях была Анастасия Волкова, начальник управления транспорта и связи администрации города Симферополя.